Я желаю вам успехов, хорошего настроения, участникам лёгкого панкета, арбитрам сполитвенного судейства, а всем нам яркого и не забываемого зрелища. Вальс, фокстрот, чечеча, посадобль. После длительного коронавирусного перерыва соревнования по спортивным бальным танцам, которые прошли в Балакове при поддержке Росатома, оказались и правда зрелищными. Несмотря на то, что уровень турнира был областным, в наш город съехались лучшие пары региона, а также опытные судьи, которые в этот раз оценивали выступление, наверное, не так уж и строго, ведь все понимали, что ограничения сказались и на уровне мастерства, и на количестве участников, и на организации турнира. Все судьи, мы сдали все тесты, мы приехали специально с полным удовлетворением Роспотребнадзора. С точки зрения уровня, конечно, чувствуется перерыв. В любом спорте такой большой перерыв не может не чувствоваться, но позитивное настроение присутствует, ребята стараются, поэтому, в общем, все проходит, я бы сказал, на таком повышенном альтруистическом уровне. Посмотреть в этот день было на что, и желание танцоров испытать свои силы оказалось сильнее любого вируса, который закрыл перед спортсменами паркет на многие месяцы. Поэтому пары кружились, как будто и не было томительного перерыва. Легко и прекрасно. С 10 утра у нас шли соревнования, очень много категорий. У нас танцевали детки от 4 лет до, если учесть участников соревнований по вальсу среди жителей города Балакова, то там возраст за 50. Прекрасным подарком для участников турнира стали показательные выступления пятикратных чемпионов мира Дмитрия Жаркова и Ольги Куликовой. Накануне они провели мастер-класс по вальсу для всех желающих. Балаковцы, которые до этого танцевали вальс лишь на выпускном вечере в школе, учились двигаться правильно. И буквально часа обучения от легендарной пары хватило, чтобы участники мастер-класса выступили на первом чемпионате БМР по вальсу среди непрофессионалов. Все это стало возможным благодаря поддержке госкорпорации «Росатом». Огромная благодарность, потому что жители Балакова увидели многократных чемпионов мира. Нашу, пожалуй, одну из самых титулованных пар страны Дмитрия Жаркова и Ольгу Куликову. Это большой подарок для профессионалов и то, что они работали просто, даря свое мастерство обычным людям. Но это вот коснуться, я не побоюсь этого слова, великого. Юные танцоры, которые пока еще только делают шаги по ступенькам мастерства, с замиранием следили за гармоничными движениями именитой пары. Когда-нибудь они тоже будут давать мастер-классы. А пока рассуждают, какой танец им больше нравится и стоит ли переживать, участвуя в соревнованиях. «Наш клуб называется «Элита Данс» и нам нравится, и мы уже ходим сюда 4 года». «Мне нравится самбо. Мне нравится самбо, бензинский вальс. Мне кажется, бензинский вальс он сложный». «Волнуйся, не волнуйся, волнуйся, уже непонятно. Немного». «В этом году у нас были легкие соперники». «Нам очень понравилось. Мы кайфовали от того, что мы делали. Поэтому победа досталась». «Нам очень легко». Кубок «Русатома» собрал более 300 спортсменов, которые показали высокие результаты. Ребята из Балаковского клуба «Элита Данс» завоевали 4 первых, 6 вторых и 2 третьих места. А вообще этот день стал настоящим праздником танца для всех жителей, которые смогли увидеть выступления и начинающих пар, и знаменитых мастеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова